Один из фундаментов сегодняшнего устройства нашей экономической системы. Уже по состоянию на начало 2019 года более 270 тысяч человек, жителей края, были работниками предприятий малого и среднего предпринимательства. К 2024 году количество бизнесменов в регионе планирует увеличить до 330 тысяч. Тогда участникам бизнес-форума не хватит и Дворца культуры Барнаула. На бизнес-форуме более 900 участников. Все это люди с Алтайского края. В их числе есть и те, у кого уже есть готовое предприятие, оно функционирует. Но и среди участников есть люди, которые только планируют открыть свой бизнес. Большая часть участников – те, кто только планирует открыть свое дело. На форуме им рассказали, что государство может помочь в развитии бизнеса, а главное в создании собственного предприятия – начать. Эти форумы, как мы рассчитываем, дадут людям и стимул к открытию своего дела, а тем, у кого свое дело уже есть, дополнительные инструменты, мотивацию для развития и все необходимое для улучшения своих показателей. Нужно много работать, нужно мотивировать себя, нужно заставлять себя вставать по утрам, я не знаю, там, работать не по 8 часов о головой, да, ну, как говорят. Вот, работать сначала особенно приходится очень много. Те, кто уже не работает, на дядю могли завести на форуме полезные знакомства, послушать историю успеха алтайских предпринимателей. Обсуждали все стороны работы на себя – от правильного разделения финансов до необходимости непрерывного образования. Но вот помогут ли алтайским предпринимателям советы спикеров, если проблемы в регионе. Мы занимаемся производством оборудования для санаториев. В первую очередь, это, конечно же, логистика. Оборудование дорогостоящее, логистика удорожает. Конечно, мы иногда из-за этого выпадаем из рынка. Также одной из характерных для региона проблем предприниматели называют низкую платежеспособность и населения, и бизнес-сообщества. Большинство стартапов начинают работать на деньги, взятые в кредит. Но если заранее продумать бизнес-план и просчитать все риски, любой проект может стать успешным. Не бывает так, что все ниши заняты, потому что мы сами, собственно, занимаемся поиском ниш постоянно, и их поле не паханное. Возможно, после форума поле начнут пахать активнее. Те, кто до сих пор не решался начать свое дело, сегодня получили всю необходимую для этого информацию. А состоявшиеся предприниматели наметили возможности для роста. Дарья Демиллер, Александр Антропов, День с толком.